Что такое коми-женщина? Вопрос очень интересный, очень серьезный, очень глубокий. При хорошей женщине мужчина может стать человеком. И женщина как будто она живет там в тени. Но мне кажется, на ней ведь все равно очень много держится. На самом деле у нас был в коме матриархат, он и остался, он никуда не делся. Она должна быть и поваром, и медиком, и воспитателем, и учителем, и психологом, и кем только там не будешь быть матриархату, быть. Всем привет, я Даша Ананьева, журналистка и продюсер шоу «Что будет?». Мы находимся с вами в селе Ижма, это республика Коми. По некоторым научным данным есть информация, что в Коми был матриархат, и до наших дней он дошел в формате мачества, это когда называют по матери, а не по отцу. И в этом выпуске мы с вами разберемся, а сохранилось ли мачество в Коми. Как вообще тема мачества попала в мою жизнь, в мое поле зрения? Несколько лет назад я отправилась в командировку, и пока самолет готовился ко взлету, я сидела читала паблик Коми Мемьес, и в нем была какая-то, какой-то мем очередной, и там была использована картинка с символом, да, республики Коми. Для меня это было очень сильным впечатлением, потому что это была женщина с ликом хищной птицы, вокруг которой оленьи головы, я подумала, какой интересный символ, символ республики, эта женщина. Потом я стала общаться с местными ребятами, со своими коллегами, и они мне сказали, что вообще это, ну, как бы прототип, да, прообраз. Зара-нянь — это языческое Коми-божество, которому до прихода, да, христианства поклонялись Коми, и, может быть, сейчас поклоняются, где еще сохранилось язычество. Оказалось, что в Коми, на самом деле, очень силен образ женщины, и в некоторых местах принято давать не отчество, да, а мачество. И это, на самом деле, меня очень поразило, это круто, это значит, что, так как мы живем, да, в патриархальном мире, да, и в патриархальном обществе, где-то этого патриархата не было, и где-то были сильные женщины, где женщина была сильнее мужчины, что в честь нее называли детей. И вот, возможно, сейчас, уже, да, 2023 год, мы не знаем, сохранилась эта традиция или нет в республике, и будем сейчас исследовать вообще, осталось ли мачество в Коми, осталось ли оно в выжме, и как оно сейчас выглядит. Действительно, каждый народ имеет свою особенность наименований людей, имя нарекания и так далее. По имя нареканиям можно судить, к какому, скажем так, к какой национальности относится тот или иной человек, да. У Коми изначально было другое имя нарекания, нежели сейчас, что пишут в паспортах, да. Официально у нас сейчас идет фамилия, имя, отчество, однако до недавнего времени, да и сейчас эта практика есть, у Коми есть традиционные имена. А если даже взять слова по Коми, имя, фамилия, отчество – Ним, Вич, Оф. Вот это слово Ним, это чисто Коми, оно очень древнее, называется имя, да. А Оф, Вич – это заимствованный из русского языка, но Оф, например, Иванов, Сидоров и так далее, да. И Вич тоже самое, да, Петрович, Иванович. Почему так произошло? Потому что у Коми изначально были имена, строились по-другому. В самом конце ставилось имя «человек». Перед ним ставилось имя отца, потом присоединялись имя деда, прадеда, и тогда вот такая цепочка могла выстраиваться до семи колен. Некоторые знают еще больше. Когда люди обращались к человеку по полному его имени, с перечислением, скажем так, всех его предков, это свидетельствовало об уважении человека и уважении его предков. Иван-Ващ, Толь – три имени, да. Имя человека – Толь, Анатолий. Иван-Ващ – это, значит, Анатолий Васильевич, у кого дед, следующее название, да. Кроме того, выделялись прозвища. Это когда социум давал человеку какое-то прозвище по какой-то особенности, или физической, или там, где человек работает, или по какому-то случаю, который с ним произошел, его выделяет. То есть прозвище, в принципе, характерно для всех народов. Ой, ты, речка, ижма, синяя краса, Я такая же рыжая, как твоя краса, По тому секретам я не узнаю, Что седьмое лето милова люблю. Документально никак не подтверждено, что в коме было мачество. Но это лишь потому, что здесь никто не называет друг друга по имени, фамилии и отчеству, а используют специальные прозвища. Какое значение имеют прозвища, и почему их используют, мы отправимся с вами дальше, на север, в деревню Ди-Юр. Я родом Коранда-Ди-Юрский, мать Ди-Юрская и отец Ди-Юрский. Здесь родился, здесь вырос, здесь и умру, наверное. Пусть, дай бог, пусть здесь и буду похоронен. Прозвище мое поддедушка Проковач, дедушка был Прокопий. А скажите, какое у вас прозвище? Миколай Егор Володь? Или правильно, он... Сам ведь не знаю, что его прозвище. Сосед лучше знает. Как у меня прозвище? Николай Волка. Вот так. Но есть прозвища по материнской линии, но их мало. Я думаю, вот так, как в детском саду или где-то. Спросили, мальчик, ты чей? И спрашивают, это отца, не знаю, это воспитательница, а другая говорит, да это у Анны или у Зои или... И все, и потом начали говорить, и прицепилась. Потом у нас здесь ведь не было названий домов, не было. Фамилии у всех были одинаковые. Вон мы с Василием Феменовичем одинаковые фамилии, хотя они не родственники. А потом, как узнавать? И прозвище давали. Всякие, всякие есть прозвище. Голей, Шуш. Что за эти слова? Шуш, то это я потом узнал, болезнь Тесаптикарена. Шуш, это вор какой-то, который бегает по лесу, скрывается, люди убивают, да. Такой человек Шуш. И Шуш, у меня еще у матери, тетка за Шуша этого, за мужа ходила. Но надо было женщине заслужить, чтобы детей звали. Например, вот разговаривали Коля, род Коляяка. Вот она заслужила, что на века осталось прозвище. Необычное название у нее, во-первых. Во-вторых, она властная была женщина. Вон Василий Ефимович мне рассказывал, отправят к ней за нитками в долг. Она сразу не берется и отматывает. Нитки же это очень ценные раньше были. Она говорит, кто послал? Мама, а что, для чего? Тут надо заплатку поставить. А какая заплатка размеров? Ну-ка покажи. Потом заплатку покажет. А куда? И как? И вот она все расспросит, и потом отмеряет, и отрыжет, и даст нитку. А потом еще у нас есть прозвище такое. Это дом-то строили. Иония. Вот двухэтажный дом. И вот самое интересное ее прозвище, как она прославилась. Дом строили. Этот муж был в тундре, и она руководила строительством. И она подошла и увидела, что бревно, это скрученное бревно, ставят. Обычно крученное. Потом она высыхает, и там шевелится. И сказала, вот семь, ну, скажем, пять рядов, или три ряда уже поставили. Она сказала, разберите, бревно замените. Еще не ушла, а один мужчина сказал, говорит, всякой кионе еще будем слушаться. Она услышала. Потом вечером позвала, после работы, и сказала, завтра на работу не приходи. И после этого у нас в деревне идет такой, если что-то надо переделать, кто-то говорит, переделать, и все вспоминают ее. Ты что, кионе, что ли? Матронимы в прозвищах Укоми использовались по трем причинам. Первое, когда супруга в браке была сильным партнером, и ее муж ни в коем случае этого не стеснялся, а наоборот, гордился своей женой. Во втором случае, когда мужчина умирал на войне. И в третьем случае, когда у женщины было более уникальное имя, чем у ее супруга, и чтобы в деревне различали, кто есть кто, использовали ее имя. У меня классический пример матьчества. Официальное мое имя Федина Марина Серафимовна, фамилия, имя, отчество, в моей деревне, на моей родине, меня знают как «Парша Нина Марина». То есть там ни Федина, ни Серафимовны, напрочь нигде нету. Буквально это звучит в переводе на русский «Марина, дочь Нины Парфеновны». Классический пример. У меня, с одной стороны, у меня была неполная семья, и, с другой стороны, авторитет моей матери в нашей деревне, среди других, достаточно высокий и очень уважают. Поэтому меня легче найти по имени матери в нашей деревне. Одно из главных промыслов Ижинских коми это оленеводчество. Прямо за моей спиной находится село Сизяпск. Именно там живут оленеводы. Вместе с вами прямо сейчас мы отправимся в гости к Татьяне Каневой, потомственной женщине-оленеводу, и узнаем, в чем сила коми-женщин. Я родилась, выросла в Сизяпске, это Ижинский район. Очень люблю свою вот эту малую родину, очень люблю. Потом с мужем мы построили дом, а жить-то в нем еще не так-то не успевали еще, не обжили еще как бы его этот дом-то. Я вышла замужем и выехала с мужем в Большоземельскую тундру, и там проработала больше 30 лет. У меня по маминой линии бабушка жила в Акунево, это Устальевский район, и каждое лето мы к ним приезжали туда. И вот бабушка у меня всю жизнь работала в тундре, и она меня всему этим премудростям, всему этому потихонечку научила. Не навязчиво, а таким маленьким таким азам потихонечку по шажочкам она меня всему выучила. А потом я вышла замуж и у мужа, у мамы, меня очень много на всему научила, всяким премудростям. Там же у женщины очень много профессий в чуме. Она должна быть и поваром, и медиком, и воспитателем, и учителем, и психологом, и кем только там не будешь. Женщина ставила чум за 15 минут? Это правда? Да, это мы сейчас ставили там на празднике. Засекали время, мы уложили где-то за 17 минут. Бригада идет? Сколько локаций, вот, точек меняется? Больше 40 раз, надо разобрать и поставить, разобрать и поставить. Тундра очень сильно меня управляла. Там и природные условия, и погодные условия, и оленей, ручные олени. Да из них же жить не можешь. Печешь хлеб в чуме, на печке, там же все равно печешь, все, и хлеб, и ладушки. Повернешься, а олень уже ручной зашел в дверь и стоит и ждет, когда ты его покормишь. И думаешь, дилемма, и ребенку дать, и оленю дать, ладно, отломаешь и тому, и туркому. Ну как думаете, коми-женщина от петрусской женщины чем-то отличаются? Надо у нашего мужа спросить, спросить у моего мужа, он говорит, господи, как хорошо, что у меня жена коми. Говорит, да? Он говорит, ой, как хорошо, что у меня жена коми. Хотя он сам коренной ижемец, коми-ижемец, но он у меня такой юморной. Говорит, господи, как хорошо. Я говорю, почему? На любой вопрос ты у меня можешь дать такой положительный, правильный ответ. Он говорит, правильно, из любого положения есть выход. Может быть, у вас был какой-то там, не знаю, счастливый момент, который сейчас до сих пор? Счастливый момент, когда пойдешь за морожкой, ее полным-полно, потом ложишься, глаза закрываешь, она у тебя перед глазами. Такое морожечное поле такое полностью. Ну что такое счастье? Счастье, что живешь на свете, что у тебя в окружении такие прекрасные, замечательные люди. Берешь же от общения с людьми очень много себе все это взбираешь, и потом даже с такой частичкой души можно отдавать все это, например. Но стихи, почему стихи? Не знаю, мне кажется, вот я даже, например, слушаю песни на русском языке, а у меня в голове уже крутится все это только на нашем родном языке. А о чем вот ваше стихотворение? Вы же вот не переводите на русский язык, получается, они у вас на комьюжинском... Сейчас все перевела уже. Да, сижу и вон, печатаю на компьютере. О чем? Обо всем. Ну, я написала вообще, первое, которое я опубликовала, это про женщину, которая работает в тундре. Про женщину вообще очень мало. Все говорят, или не вода, или не вода. А про женщину, как будто она там, и живет там, в тени. Но мне кажется, на ней ведь все равно очень много держится. Баба родился каждый раз, и она на эколы. Паш, си жара ломтыны, уна шоблинкиштыны, кем кот пашкем домышны, корка вылез в урошны. Челядь вижненько уластас, чак давотас шюрэдны, ергезин нас улышны, доми дьяссы куешны, уна авко буттыны. Тычетача войны гад, луны с бараколема. Кым унышна варжалан, чом каран да пыры дан, кучам поводзял с сулу, пыр на бурджик витчущан. Котка война сволу влаз, лодья паччета пестыштан, чайниканин пума, шоэндодин карама. Морце вердан, шонэ дан, шорни танда юащан. Сыща бара вугуртлан, луныш луны ола муны, шелам вулат буттар волы, бутчамаса думачан, сыща бара нюмьялан. Она как будто поглушная, нет? Она не грустная, она просто про мысли, которые у женщины в голове. Что такое коми-женщина? Вопрос очень интересный, очень серьезный, очень глубокий. Моя точка зрения будет действительно субъективной, но я попробую несколькими, с такими большими мазками обрисовать это. Во-первых, это самостоятельная женщина. Самостоятельная. Коми-женщина всегда была самостоятельной и, ну, скажем так, состоятельной. Состоятельной не в плане финансов, да, а в плане того, что она могла состояться как личность. Она не только могла, она всегда двигалась к этому, да. И вот эти основные черты давали ей возможность быть наравне с мужчиной. И мужчины это признавали. У нас у коми никогда не было, вот, скажем так, борьбы за верховенство. На самом деле у нас был в коме матриархат, он и остался. Он никуда не делся. Это мое точное понимание, в общем, истории, современности. Почему матриархат? Это не в том, по такому-то смысле, что у нас были там феминистки такие, да, что мужиков-то ненавидели. Нет. Просто мужчины уходили зимой там в лес. Куда-то уходили на какие-то заводы там раньше работать, да. То есть женщина оставалась одна. Дома, с хозяйством, с детьми, со всем тем, что они нажили с мужем. И она умела делать все. А ей приходилось делать все. Причем при том, когда мужчина приходил с охоты, она должна была ему там баню затопить, там это сделать, это сделать. То есть, но при всем при этом она уважала мужика своего. Мужика я так можно назвать, да. И когда женщина, например, коми идет искать своего там мужа в деревне, да, она никогда не говорит, мой не приходил, в русском языке, как в русской культуре, да. Мой не приходил, а у нас всегда говорят, меня наизволы, наш не приходил. То есть муж, это у нее в этом, в своей, в семье, в ячейке, не только ее, но и всего этого. То есть, будучи держателем рода, да, женщина, она никогда не выкидывала мужчину за, как бы за пределы вот этой ответственности. Она всегда говорила, что это наш, что это, он точно так же важен, он точно так же, я расскажу историю с моим мужем, когда, значит, у нас тоже был семиматриархат, это было нормально для меня. У меня муж был русским, кстати. И когда я брала кредит, я говорила там в банке, я говорю, сейчас мы уже позвоним. Я ему звонила, я говорила, вот я там сколько-то процентов, я понимала, что я все равно возьму этот кредит. Ну вот, как бы, втягивание мужчины, да, в свою вот эту семейную проблему, это очень важно. Коми-женщина этим пользоваться очень хорошо умеет. Очень часто, вот у нас в деревнях, мы говорим, вот мужчина ничего не делает. Ей говорят, а ты скажи, что бы он сделал. Понимаете, мужчина иногда ждал, чтобы женщина, как генерал, скажет, надо забор починить, надо вот это сделать. Понятно, что она, когда она главная, она лучше знает, что нужно сделать. Конечно, есть, конечно, случаи, когда мужчина сам знает, что он сделал. Но мы говорим немножко о прошлом, когда мужчины долго не было, когда они уходили там на промыслы какие-то, в лес, еще раз говорю, вот об этом случае говорим. Сейчас, в принципе, ничего не изменилось, И если мужчина не делает, значит, женщина не просит его делать то, что надо, по дому потом уже. Если посмотреть, кто у нас руководители сельских администраций, это раньше, в 90-е, это одни женщины. Потому что в сложных ситуациях женщина быстрее мобилизуется, наверное, берет на себя какие-то более-таки жесткие задачи для выполнения. Это пример буквально последнего 20-летия, скажем так, даже не 20-летия, а 30-летия, то, что уже прошло у меня на глазах. Как только более такая ровная ситуация экономическая, после 2000-х, 2000-х годов, появляются финансы, кто у нас во главе? Мужчины. Поэтому, ну вот это как бы, я не хочу говорить, что тут что-то не так, но это вот факт, просто факт. Такой вот исторический факт. Не хочу обидеть никого, ни мужчин, потому что на мужчинах все-таки вот многое держится, особенно на селе. И женщине на селе очень сложно, очень сложно содержать дом, потому что нужны хозяйские руки. Вот, но есть такая очень интересная фраза, которую я где-то видела, что при хорошей женщине и мужчина может стать человеком. Женское существо, оно некое, вот женщина, это некое сакральное существо всегда было у коми. И именно с ней были связаны очень такие моменты, это и заговоры, это и понятие пеж, да, то есть чего-то неприличного, нехорошего, это и понятие шевы. Это же тоже только женщина, никогда шевы не было у мужчины. Не поверите, я еще общалась с человеком, с женщиной, у которой была шева. Вот я сейчас даже, мне кажется, уже вряд ли мы встретим вот в нынешней жизни просто вот встретить человека, женщину и скажут, что у нее шева, и ты слышишь, как этот внутренний голос у нее разговаривает. Мне кажется, это совершенно нереально. А я вот в своем детстве еще встретила такую женщину, и она была, по сути, крестной моей мамы. И она очень часто, это Маша тетка, одна из моих любимых просто женщин. Но это была, и это принималось нормально, она приходила, и время от времени вот это существо в ней, что-то такое в ней проявлялось, и издавался какой-то голос внутренний, да, все ее слышали, но вот типа, на, там вот, надо задобрить чем-то шеву-то, там ты-ты-ты-ты, ну-ка, иди чаю попей там или еще чего-то. И к этому очень относились спокойно, хотя вот я знаю, что очень много этнограф писали о том, что это все-таки такое существо злое, это плохое, что шеву подсаживали к человеку, что с шевой могли наказать, что это некое такое мохнатое существо, которое могло проглотить женщину или можно достать. Для меня шева это вот связано с образом моей Маши тетки, да, которая как-то такая милая, такая добрая, да, и все вот для меня это такое вот понятие свое абсолютно. То, что женщина, как бы, особое сакральное существо, это было связано и кто в последний путь провожал женщина, кто роды принимал, да, женщина, да, и женщина рожала, давала жизнь, поэтому коми это очень такая вот сакральная история, и женщина поэтому всегда, наверное, была немножко вот обособлена. Хотя, может быть, мы просто немножко упускаем и теряем уже некую такую вот особую территорию мужскую, да. Женщина, они больше готовы открыться, рассказать и в себе, нежели мужчины, и поэтому вот эта мужская история, когда люди, мужчины уходили в лес и жили там по полгода, это же отдельный мир абсолютно. Как они там существовали, да, там свои правила, свои ценности, очень жесткие правила, поэтому своя философия, наверное, да, мужская, и об этом тоже, наверное, надо говорить, но вот то, что вот место женщин, оно было обособленное, да, это однозначно. Но если женщина – это что-то сакральное, то мужчина получается, что… Нет, мужчина – это мужчина, мужчина, который вот как бы живет, наверное, вот с ним почему-то нет таких, не было, он чист, да, как бы вот он рождается, в нем нет ничего такого сверхъестественного, почему-то вот оно все в женщине, да, копилось. Матриархат не в том, что женщина – главное просто, да, что мужчина у нее там под пятой, нет, матриархат – это, в моем понимании, это способность взять на себя ответственность и вести род, то есть охранять свой род, как зарнянь, но как зарнянь приносили какие-то там подарки, подарки, подношения, да, так и коми-женщина не против, чтобы ей приносили какие-то, чтобы мужчина делал ей знаки внимания, и тогда коми-женщина еще больше готова работать, любить и держать свой род. В чем же наша сила? Это в нашем, наш род, наше продолжение. И кто может этот род держать, кроме как женщину? Честно признаться, мне было страшно ехать в эту поездку, потому что истории про матчество и уж тем более про матриархат казались домыслами и выдумками, которые никак не подтверждены. Но после нашей шестидневной экспедиции по республике Коми мы знаем наверняка, что здесь был матриархат и женщина – это сакральная основа жизни для коми-народа, а матчество до сих пор используется в семьях. Я побывала в полсотни регионах России и каждый раз вдохновляюсь локальными историями и традициями. Мы живем в невероятной стране, где переплетены почти 200 народностей, но как много мы знаем друг о друге? Куда мы поедем дальше и что будем исследовать – решать вам. Предложите нам в комментариях следующую тему и расскажите, встречали ли вы матчество в своей жизни. Подписывайтесь на канал «Что будет», ставьте лайки и отправляйте этот выпуск всем своим друзьям. Мы будем рады вашей поддержке и расскажите всем, что в России был матриархат. Субтитры создавал DimaTorzok